и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры главной темой данного видео будет проделанное своеобразное расследование по тем событиям которые сейчас происходят в армении картина оказалась не такой как она может показаться на первый взгляд ситуация в армении оказалась слишком многослойный о чем я говорю и на какие вопросы мы с вами будем отвечать но первое и крайне важный вопрос а все весь ли генеральный штаб поддержал оппозиционеров правда ли что большинство жителей армении выступают против пашиняна поддерживая оппозицию и каково количество приблизительно хотя бы со знаком больше либо меньше на стороне оппозиции дальше мы с вами осветим такой немаловажный вопрос а кто теряет какой из двух фронтов пашиняновский или оппозиционный более пророссийский на данный момент вопрос тоже крайне важный также поневоле мы возможно коснемся и других вопросов я же осветил наиболее актуальные вопросы по ситуации в армении потому что вот этих вопросов зависит очень много касательно будущего армении не так ли ну что ж приступим к расследованию тем более она у нас будет крайне обширная и начнем те пожалуй с первого же видеоролика вот это видео в момент прослушивания данного видео я буду периодически его останавливать тем более она очень занимает достаточно продолжительное время как вы видите осмотреть нам его придется до конца я буду периодически останавливать и вносить свои коррективы ну а теперь начинаем приступаем думаешь что народ допустит тебя опять к президентскому ухалу и вот тебе попытка военного переворота это не значит что мы не обиноваты он хотел как к лучшему но получилось как всегда в сторону прочь от гражданской войны всем здрасте я алексей романов это ереван армения что сейчас происходит скажи попытка военного переворота нарушение конституционного строя только что наш премьер-министр предвал народ если мы его поддержим выйти на улице и поддержать конституционный строй в чем заключается на сегодня попытка военного переворота армии в городе нет армии в городе нет но они предупредили типа если что вы должны подать в отставку а это насильственная аспарта поскольку народ выбрал премьер-министра ревитивным образом а 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 и а а а а а а а Потому что Пашинян должен идти в отставку. Буквально через несколько минут после обра Пашинян назвал попутствие государственного переворота и призвал людей выйти на улицу поддержать его. А они сейчас строят себя невиновными и стараются всю вину бросить. Они там люди, ну эти генералы. Генералы хотят свою вину за проигранную войну перевожать людей. Эти генералы, генералы, да, вот такие генералы, да? Ага, они все, короче, они вот 30 лет жрали, жрали весь это самое, чуть-чуть военный, да? У каждого есть свой способ, а каждого свои рабы там. Рабы. О рабах здесь, видимо, прежде всего, человек говорит о Манвеле, тушенке, у которого действительно люди сидели на цепи. Рабы. Все правильно. А остальные генералы молчали. То есть, видимо, были с ним заодно. Не так ли? Продолжаем. Они боятся, потерят все, что грабили от народа. Мы как-то не могли, мы как-то начали. Мы сами в надежде нашего народа. Конец, звоним, вице-спикер по главе. Что сейчас происходит? Можно этому дать оценку? Некоторые силы, в основном из себя представляющие бывшую коррумпированную власть, они надавили, и что-то в этом роде произошло, и в военном руководстве были какие-то, так сказать, была какая-то турбулентность. Но фраза военный переворот прозвучала. Нет, но... Когда военные начинают разговаривать о том, что правительство должно уйти в отставку, с этого момента он перестает быть военным. Потому что военные не должны заниматься политикой. Тогда это просто военная хунта. Продолжаем. Давайте будем искать эти термины, но в любом случае есть одна непоколебимая истина, что народ поддерживает своего лидера. У премьера-министра абсолютное большинство поддержки населения Республики Армения, и с этим никто считаться просто не может. Не может и мог за счетаться. Вот об этом мы с вами как раз-таки поговорим чуть позже. Касательно того, на чьей стороне реально большинство армянского народа. А также в этом же ролике прямо вы услышите тот момент, почему так называемый генералитет, главный штаб вооруженных сил Армении выступил против Пашиняна. Продолжим. Так, вот здесь я хочу поправить. В момент, когда распадался Советский Союз, 1990 год, 27 мая. Советские танки, Советская Армия до этого, отличившаяся в кровавых событиях Баку, давя собственными гусеницами скорую помощь, в частности, зашла и в Армению. В Армении армянские боевики подконтрольные Кочаряну и Сержу открыли огонь. Хотя в Армении та советская армия, которая входила, она входила не как уже карательная. Это не был... Они не должны были действовать так, как они действовали в Баку. Тем не менее, Серж и Кочарян и им подобные открыли огонь. Об этом, кстати, не любят вспоминать почему-то ни в России, ни в Армении. Продолжаем. Что, что сегодня произошло, как этому дать оценку, почему люди сейчас здесь? Ну, они... Я об этом не подъявил. Вы знаете, это не вопрос власти, например, министра или правительства. Сейчас на кону как говорится, у нас народ или народ может защитить правительство. Это не значит, что мы идеальный правительство. Это не значит, что мы не сделали ошибок. Это не значит, что мы не обидованы. Это вопрос о другом. Власть народа, право народа, формировать власть никак не должно ставиться под сомнение. Народ должен решать, кому быть во власти, а кому не быть во власти. Но военные сейчас реально пытались, как вам кажется, попытались взять власть в свои руки или привезти каких-то вставленников? или это что-то все-таки не столь масштабное сэксерами? и вы знаете, я пока не могу дать оценку, но я думаю, что ремсан народа уже воспрекрасывал на это. Вот так и все. Они наши военные тоже, они граждане этой страны, они сыновей народа, они наши братья, они и враги, они даже и противники. И тоже народное единство, единство должен насторживаться, вовать. Подруга народа военного первого рода не получится, его не будет. Нет, нет, не получится, не будет. Кончится все миром, миром, миром и согласием. Мы умеем вместе и решим, что делать. Ну вот, вы видели, вы слышали, человек абсолютно уверен в двух вещах. В одной он уверен абсолютно непролегимо о том, что власть должна принадлежать народу. Люди определяют то, как должна жить страна, а не элиты. А элита часто самозванная элита. И вторая мысль, которая тоже говорил уверенно, но здесь он и не мог иначе сказать, что все кончится мирно, и что вот эта демонстрация готовности отстаивать выбранную законную власть, она остановит любые попытки что-то сейчас совершить в неправом поле. Если сейчас вот здесь, на площади, которая напротив Дома правительства, и куда все направляются, соберется по-настоящему много людей, то это будет по-настоящему чего-то заявленная позиция армянского общества. Власть остается прежней. Прежние вот те, которые раньше занимали властные позиции, остаются за бортом. Власть признан 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 Причем на этапе получилось, что враги на все виски взрывเอат в gesund признан появился что увидят на площадь, произнесет речь ровно 24 часа. К этому времени, наверное, людей на площади станет больше. Пока это не то количество людей, которое здесь доводилось видеть мне и армянской революции. Слушайте, только что, вот прямо на площади прошло. Мы всю войну здесь не видели эти самолеты. И вот сейчас он объявил, что демонстрация чья? Того самого генерального штаба или поддержка? Ну, в нем, вы знаете, мне очень приятно, когда военный самолет, я не знаю, что ли, не в пике заходит над центральной площадью и над зданием правительства. Вот уже первый ответ в отношении численности людей, которые пришли поддержать своего премьер-министра. И их далеко не мало. В дальнейшем, в следующем видео мы с вами ознакомимся, как оппозиция сгоняла на свои митинги народ, в частности, платя им 500 драмов за посещение антипашиняновского митинга. Здесь же, на данном митинге, уж точно за деньги люди не выходили, потому что народ не побоялся выйти против практически не только оппозиции, но и генштаба. Это не шутки. Продолжаем слушать. И трибуна стоит на том же месте. И люди помогут те же самые, которые... Рабельно! Здесь в 18-м году. Вот так. Что говорил, машиняк? А я сказал, что вот это все народ только заебал, и все, больше никого. Ну, впервые за долгое время я хочу даже, я бы сказал, проаплодировать вот этим армянам. Потому что это реальные люди в Армении, которым надоел армянский радикализм, которые хотят жить, а не кричать о великой Армении и прославлять только себя любимых, вознеся себя до небес. Ну, давайте продолжим. Так, чуть меньше. То есть, уже меньше. Обратите внимание. Плюс, как я сказал в следующем видео, я покажу, как так называемые оппозиционеры сгоняли народ к себе на свои митинги. Мы же продолжаем. Простите власть Пашиняна. Мы же продолжаем. Второй Карабахской проигранной войны. И здесь, наверное, надо сравнить уже получается даже не столько количество людей, которые приходили на площадь, а то, с какой скоростью сторонники оппозиции или власти могут мобилизоваться. Сейчас время, вот, на часах, пять часов. О том, что люди должны выйти вот сюда на площадь, прийти вот сюда, было объявлено в районе часа или даже половины второго. То есть, за четыре часа совершенно гневапно. Вот эти тысячи, тысячи, тысячи людей здесь сказали, что оппозиция так делать не может. Перевес сил на стороне людей. Вы сами видите, столько народу. Навряд ли они обмануты. Навряд ли. Они как раз таки, я бы сказал, у них произошло некое прояснение. Люди не хотят терять своих детей. На ненужной войне. Тем более, никто ее не объявлял Арменией. Не объявлял армянскому народу. Не объявлял армянам, проживающим в Карабахе. Азербайджан просто возвращает землю. Землю. И это, вот эти армяне поняли. Их достаточно много. Этих армянс сейчас будут оскорблять, что их всех, видимо, что это, что все они куплены за турецкие лиры или за азербайджанские нефтедоллары. Половина Еревана куплена. Думайте, что говорите. Вы оскорбляете свой народ. Те, кто об этом посмеет заговорить. Продолжаем слушать. Перевес сил на стороне тех, кто сегодня поддерживает законную власть. Я считаю, что это серьезный сигнал на стороне народа Армении, что ничего в настроениях армянского народа не изменилось. Поддержка по отношению Николая Пашиняна. Ну, конечно, не прежде. Есть какие-то разочарования. Но объективные, субъективные, не знаю. Но в любом варианте он пользуется большой поддержкой со стороны. А вот тут буквально в полутора километрах. Сейчас стоят сторонники оппозиции. У них свой митинг вот под стенами оперы. Генерирующие силы этого митинга и того митинга силы совсем разные. Понимаете? Потому что там все-таки финансовая составляющая есть, по моему мнению. О финансовой составляющей мы как раз таки и поговорим. Того другого оппозиционного митинга. Продолжаем. А тут генерирует вот эту всю энергию, которая здесь образовалась. То есть требование народа на справедливое существование. Здесь из 23 на 100 генералов, это не армия. Наши рядовые солдаты и с нами, они тоже уже видят, что творится. И здесь у нас в Армении некая ситуация, которая привезет к тому, что армия сама изнутри уже взорвается, потому что верхушка армия и средний офицерский состав и рядовой состав, у них нет связи, как будто. Лучший офицерский состав, генералитет, как будто связь с реальностью потеряли. Микор! 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 Их всех, выходит, купил Азербайджан. Смешно. Микор! Сколько народу купил Азербайджан? Посмотрите. Микор! Так получается. Микор! Микор! Колонна уходит в центральные поиски, прямо в рейтлоположную сторону от того митинга, на котором сейчас собрались представители оппозиции. Те, кто ведет сейчас эту колонну, надо отдать должное их ответственности, потому что окажись в два митинга рядом, сторонники двух митингов окажись рядом, не избежать стычек. Вы видите, сколько народу. Это бесконечная череда народу, которая поддерживает Пашиняна. Сегодня с утра на грани гражданской войны побывала Армения. И вот этот марш сейчас в сторону, в сторону, прочь от гражданской войны. Азербайджан! Азербайджан! Главная причина того, что произошло сегодня утром, того, что происходит сейчас, это Вторая Карабанская война, в которой Армения потерпела поражение. Этим поражением попытались воспользоваться прежние власти, которые были сверкнуты во время революции. Они проводили многочисленные митинги, которые, правда, раз от раз остановились с обменением, многочисленными последней точкой, последним крайним рубежом для контрреволюции стало заявление Роберта Пашиняна, одного из самых ненавидимых политиков здесь в Армении. Убийцы как азербайджанского народа, так и своего же армянского народа. Это важный момент. Я уж не говорю про его грабительские схемы. Роберта Пашиняна заявил, что он возвращается. И люди, которые в какой-то момент еще сочувствовали контрреволюционной оппозиции, сомневаться перестали. Роберта Пашиняна, убийца! Престал! Думаешь, что надо допустить тебя опять к президентскому столу? Вот тебе! Простите за жест. Это показала ваша армянка, тоже купленная за нефтедоллары. Продал нашу страну! Продал всех этих наших ребят, которые убивали там в строке! Они все пять ничего не делали! Кроме убийства, кроме... Обратите внимание, эта женщина, она даже является явной националисткой, но тем не менее, даже она понимает, что новой войны не надо! После того, как Роберт Почарян официально объявил, что он возвращается в политику, а, соответственно, намерен вновь стать руководителем страны, ну, вы только что слышали, как относятся к этому в Армении, стало понятно, что у оппозиции, контрреволюции времени совсем чуть-чуть. Количество людей на митингах падает, болезненный шок эмоциональный, вызванный поражением в войне, который давал им какие-то шансы, проходит, им придется пойти на какие-то экстраординарные вещи. Серьезно обсуждался план покушения на Почаряна, но, как видим, выстрелил другой вариант, попытка военной. Николай Почарян в своем заявлении сказал, что единственная структура, которую он не трогал после революции, это военный. Человек, который сейчас все это затеял, Почаряна сам же заявил, что я доверился ему сто процентов, но он признал, ну, не бывает человек без защиты, он хотел как к лучшему, но получилось как всегда. Ну, как еще конец. Комеча, конец. Комеча это кто? Комеча это его милосерд, он там милосерд-малюбин. А, бархатом конец. Это также сегодня было объявлено. Да, он обречал, что, конечно. Революционная власть начинает показывать жесткие дубы. Закон, жестко, закон, надо все. Что-то, 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 что-то. А что? Силзар, что случился Бархов? Действовать по закону, сил законов. Хватит это, митинги, хватит это все, демонстрация, это что-то. Формально в заявлении военных, в заявлении генерального штаба в сегодняшнем... Вот теперь внимательно. Это важный, крайне важный момент. Почему Генштаб решил выступить против Пашиняна? Внимательно. Романов, как бы мы к нему не относились, но просто так он об этом не говорит. Послушаем. Сказано, что они обиделись на несправедливое отношение к первому заму главы генштаба, которого уволили якобы за то, что он как-то там непочтительно, то ли высказывался, то ли даже и не высказывался в адрес Пашиняна. На самом деле, скорее всего, именно сегодня выступление армейских произошло по другой причине. Потому что именно сегодня, буквально за несколько минут до того, как было опубликовано вот это нитешническое заявление руководителей генштаба, на заседании правительства было объявлено, что в Армении создается рабочая группа по глубокой коренной реформе армии. И любому генералу старой формации стало понятно, что его положение отныне не так надежно, мягко говоря, как раньше. Давайте остановимся. Вы слышали причину? Ни Искендеры, ни отношения Пашиняна к России, ни какая-либо другая причина, ни увольнение кого бы то ни было с поста, нет. А речь в заявлении Пашиняна о необходимости проведения реформы. Интересно. Интересно. Тем более, эта реформа, в общем-то, была элементарно необходима после такого поражения, как поражение, которое понесла Армения в момент проводимой вооруженными силами Азербайджана операции для оккупации своих земель. Не так ли? Ну, это первый момент. Мы с вами уже можем четко говорить и есть на кого ссылаться в отношении того, почему вооруженные силы Армении, часть этих сил, об этом мы тоже с вами поговорим, поддержали антипашиняновскую позицию. Но, сейчас мы немножечко переключимся к другому разделу, к другому вопросу. Как говорилось в данном видеоролике, как говорил ваш слуга, армянская оппозиция, которая также собирала митинги, использовала своих основных спонсоров, олигархов. Которые, для того, чтобы вызвать народ на антиправительственные митинги, готовы были платить рабочим за присоединение к антиправительственным митингам. 500 драм. Не верите? Ну, тогда мы с вами переходим к другому ролику. Кстати, я до недавнего времени крайне отрицательно относился к данному армянскому блогеру. Неоднократно мы с ним пересекались, и у нас происходили, можно сказать, даже диспуты в свое время. Это Армениан Стрим. Думаю, что в скором времени и его назовут купленным за нефтедоллары. Но давайте послушаем. Правда, речь будет идти на армянском. Тем не менее, давайте послушаем данный ролик. Вопрос простой. Почему жители Армении вышли на антиправительственный митинг? И даже по их реакции уже многое можно будет понять. Давайте послушаем. Теперь посмотрим. Для начала прочтемте. Несколько тысяч сторонников армянской оппозиции собрались днем в субботу в центре Еревана. Оппозиция продолжает настаивать на отставке правительства. Послушаем. И обратите внимание, на оппозиционном, вроде бы пророссийском митинге, вопросы. И люди будут говорить только на армянском. Даже между собой. Продолжаем. Люди растерянные. Люди растерянные. Один и тот же вопрос, что эти люди с ней сделают? Ну, давайте остановимся. Вы, в общем-то, по-любому уже поняли, что на данный вопрос армяне, которые пришли на оппозиционный митинг, отвечать не хотят. В отношении 500 драмов я выяснил, читая комментарии под данным видеороликом, потому что один из армян четко заговорил о том, что деньги были именно проплачены. И платили именно 500, я подчеркиваю, 500 драмов. Я сейчас не буду искать этот момент, но здесь он есть. Впрочем, давайте все-таки немножко прокрутим. Прошу прощения, не 500 драмов, а 5000 драмов. Это написал некий Григор пять дней назад. То есть это митинги, которые были пять-шесть дней назад. Это не дурацкий вопрос, очень правильный вопрос. Им платили 5000 драмов, они пришли и не знают, почему пришли. Если ты, Сержа Каноевская, тебе не понять. Это не для среднего ума. Ни мой комментарий, ни мои слова. То есть, насколько вы понимаете, оппозиция, в общем-то, малочислена. К тому же, оппозиция призывала выходить людей, платя им деньги. Вы чувствуете разницу? Но давайте пойдемте еще чуть дальше. И зафиксируем с вами крайне интересное заявление. Ормянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам. То есть, оппозиция прекрасно понимала, тире осознавала, что далеко не вся армия поддержит ее старания свергнуть Пашиняна. Кстати, о том, что часть генералитета, и, видимо, немалая часть осталась верна Пашиняну, заговорил не кто-нибудь, а столь всеми в кавычках любимый Багдасаров. Не верите? Давайте послушаем. Давайте послушаем. Я скажу еще. Значит, и вот, значит, пошло. Значит, сейчас должен быть указ президента. А президент там такой, Армен Саркисян, который из Лондона не вылазит. И по некоторым, да, почему нас его не скрывают? Еще чуть-чуть послушаем. Если ты, извиняюсь, подпишешь этот указ, ты ставишь в один ряд с предателем с этим. В один ряд. Как и те генералы и полковники в генштабе, которые не хотят поддержать патриотов. Патриотов, которым надоел этот псевдоглавнокомандующий. Вот. Вы сами слышали. То есть, часть генштаба поддерживает Пашиняна. Часть генералов не предала собственный народ и ту власть, которую народ избрал. Это заявление Багдасарова, которое выставляет армян, который заявляет, что вся армия выступает против Пашиняна лжицами. Теперь вам придется подавать в суд на Багдасарова. Но давайте продолжим. Постепенно раскрывая всю ту картинку, которая сейчас сложилась на территории Армении. Вот следующая статья. Да, в данном случае уже статья. Мы с вами переходим к крайне важному моменту. Вопрос о позиции президента. Знаете, что интересно? Кто такой президент, нынешний президент Армении? Действительно гражданин Англии. И при этом, обратите внимание, он делает все, чтобы в Армении началась гражданская война. В частности, президент Армении вернул Пашиняну его указ об увольнении главы генштаба. То есть, отказался подписывать приказ об увольнении по-любому человека, который нарушает конституцию. Общепризнанные мировые законы, которые призывают не к чему-нибудь, а к хунте. Этого мало. Президент Армении решил не просто не увольнять данного по-любому преступника. Нет, он решил с ним встретиться. Крайне интересно, не так ли? Президент Армении идет навстречу с взбунтовавшимся начальником генштаба. Что нужно сказать, дорогие друзья? Запад раскачивает, именно Запад раскачивает ситуацию в Армении. Почему я об этом заговорил, сейчас вы поймете. Давайте с вами проанализируем. Кто сейчас является наиболее пророссийской силой? Оппозиция или пашинян? Как вы думаете? Я думаю, что как ни странно, пашинян. Почему? Ну, давайте с вами зафиксируем некоторые моменты. После подписанного в Москве между президентами России, Азербайджаном и премьер-министром Армении Пашиняном договора о прекращении войны и возвращении, в общем-то, давайте все называть своими именами, азербайджанских земель, Кому не выгоден данный указ, данный договор? Западу. Потому что и Франция, и США теряют контроль, теряют влияние какое-либо в Закавказье. Теперь скажите мне, на чьей стороне выступают те, кто призывает к Третьей Карабахской? На чьей стороне выступают реваншисты? Кочаряны, Сержи и так далее. На стороне России? Или на стороне Запада? Ведь Третья Карабахская точно не на руку России. Не так ли? Потому что Россия потеряет свой авторитет касательно того, что она смогла решить такую глобальную проблему, как мир. Решить многолетний конфликт. Терять такой козырь России уж точно не выгодно. Давайте пойдемте дальше. Это еще не все. Второй момент. Тоже крайне важный. Оппозиция готова говорить с Пашиняном только об его отставке. Тоже интересный момент. То есть она не собирается как-либо вступать в некую дискуссию. Такая однобокая позиция означает одно. Им не главное правда. Им главное выполнить приказ тех, кто заказал весь этот балаган. Но знаете, что сейчас меня могут многие спросить. И вопрос тоже крайне правильным будет. Многие могут спросить. Кемран, а как же Кочарян? Как же Серж? Они же все-таки более пророссийские. В отношении Сержа я неоднократно уже говорил, что именно при Серже вооруженные силы Армении неоднократно старались участвовать в военных учениях НАТО. Представители вооруженных сил Армении посылали своих военных на курсы. НАТОвские курсы. Я не говорю про разрастание уже до максимальных размеров американского посольства на территории Армении. О биолабораториях. Данный список можно продолжать до бесконечности. Но знаете, что интересно? Крайне интересно. Что касается такой личности, как Кочарян. Вроде бы друг Путина, как некоторые утверждают. Но это в кавычках личность. Оказывается, Крайне негативно восприняла российских миротворцев в Карабахе. Решение карабахского вопроса так или иначе. То есть, она за продолжение крови. Давайте прочтемте, что он заявил. Я не буду пускать данный ролик, потому что там речь опять заходит на армянском языке. Вы сами можете прочитать его высказывание. Нынешние власти Армении превратили республику из военно-политического союзника России в ее протекторат. У командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерала Рустама Мурадова больше роли в обеспечении безопасности Армении, чем у верховного командующего вооруженными силами республики. А что в этом плохого? Ведь, по идее, как раз-таки Кочериан должен был настаивать на этом. Он и так все распродал России. И вдруг его так сильно злит, что сейчас влияние России в Армении возрастет. Что его должно ужасать? Но для тех, кто не верит, что он сделал данное высказывание, давайте все-таки я запущу данный видеоролик. Давайте послушаем. Это именно для армян. При этом, как вы можете зафиксировать, ролик вышел на канале Арменин Стрим. 29 января 2021 года. 29 января. Послушаем. Послушаем. Альбом. 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 На этом, пожалуй, остановимся в отношении данного видеоролика, надеюсь, вам уже не надо объяснять, что следующие моменты, которые мы раскрыли в данном расследовании. Первое. Пашиняна поддерживает большинство народа. Второе. От Пашиняна так и не отошла армия. Третье. Армия, та часть армии, которая решила выступить против Пашиняна, решила выступить против него именно из-за того, что Пашинян посчитал необходимым провести в вооруженных силах Армии реформы, при которых часть нынешнего генералитета могла бы оказаться, скажем так, ненужной. Следующий момент. Мы с вами смогли рассмотреть, кто на самом деле является сейчас более пророссийской частью армянского политического эстеблишмента, а кто прозападный. Кроме этого, в течение данного расследования мы смогли с вами осветить роль нынешнего президента Армии во всем том, что происходит. Надеюсь, вам понравилось данное расследование. Ну и последние два видео, с которыми я просто хочу вас познакомить, это видео, которое вышло у Руслана Курбанова, агенту Турции в Армении грозят ликвидацией. И второе видео, то есть я не буду сейчас их показывать, включать и так далее. Это эксперт о ситуации в Армении, вовлечение военных в политический процесс недопустимо. Вы сможете прослушать все эти ролики, прочитать все эти статьи, так как ссылку на каждую из них я оставлю под видео. Я же с вами на этом прощаюсь, всем до свидания, всем пока, всегда ваш Сеидов Камран, всем до свидания.